здравствуйте друзья спрашивают у нас как в америке с субординации вот я этот вопрос понимаю так что может быть думает может начальником хамить там принято или там допустим неуважительно как-то еще себя проявлять там вот нет никакой судили допустим начальника это его перебил и отпихнул сторону но такое в грубой форме но в принципе выбрать какая история субординация существует в такой демократической либеральной форме если вы работаете в демократически либеральном виде бизнес если вы работаете в каком-то очень формальном и традиционном например банковском секторе или в страховании да то я думаю там больше субординации и больше так бюрократизма то есть в меньшей степени человек готов брать на себя чего-то такое чего может быть можно было бы и не брать на себя передам принимать какие-то решения без того чтобы те там три подписи собрать и две печати поэтому мы просто люди которые в основном как бы войти функционировали всю нашу американскую жизнь там очень демократично я вот даже припоминаю что за исключением очень больших крупных корпораций нам приходилось работать даже вот туалет например там и президент компании там вот идешь к писсуару а там слева президент компании рядом с тобой нет ну подожди но если серьезная корпорация там у менеджмента отдельно шанс ну как не на свет по красоте тоже все туалеты вообще-то не сказать то свет все закрывает но подожди но это нет и писаром не дамы там закрывается вот если билл гейтс например приехал вот вот сюда по утерю в отделении пришел а там отличный туалет очень красиво не вместе со всеми вместе со всеми допустим туалет никогда никого нет вот видите ребята как демократично я то есть нет такого чтобы сзади там в офисе вице-президента свой туалетик сзади был массажный столик демократично вот значит субординация я помню светлана и я тоже мы вместе работали в одной компании в системе профтех образования в учреждении государства и там был туалетик такой типа директорский то есть у директора был ключ но по-моему еще у пары замдиректоров были ключи вот но и значит а светланина лаборатория находилась прямо рядом вот соседняя дверь и у них было туалет находился это было школьное здание типовое получалось так что у нас наш офис находился в одном торце где соответственно туалет был директорский а второй туалет находился в другом торце этого здания другом концерта начальник нужно было дойти что они за подходили к секретарше брали ключик набирали воду в чайник чтобы закипятить там у себя в лаборатории вот собственно и все и вот такая такой был такая была субординация и такая такой был демократизм демократизм гораздо больше был потому что наш директор когда наша сотрудница в очередной раз набирала она она была ученицей литературы и очень возвышенно очень возвышенно и он как-то видел набирает чайник и он приближался уже к туалету на ходу расстегивал ширинку и он сказал давай ела забирай свой чайник а то я сейчас свой достану буквально была демократия на просто да то есть очень 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 субординации толком можно сказать что не было вот так николаев был очень я бы сказал демократичным человеком он меня как-то в коридоре обнялся плечо и говорит двигать михаил петрович горит пойми у меня горит научный сотрудник это как вы тут как дети мои ягод вот так вам отношусь я чуть не заплакал но не важно но безусловно там была субординация то есть конечно уровень пиетета и так далее очень высокий присутствует я работал в борланде и там был начальник отделения это был большой человек типа вице-президента борланды фамилии шварц он работал он был одним из создателей я боюсь соврать какой там был продукт не помню очень была компания эштон тейт была компания эштон тейт по-моему так она производила дебэйс по-моему так а может быть это может быть из парадокса не помню ну короче он был большой человек и вот как-то вот митинги собирал всех знал по именам как-то его на улице встретил несколько лет спустя тут маунтин юг даунтауне он ко мне подскочил бит майкл мне даже в голову не могло прийти что вот как какого-то там майкл а так вот такой человек а ты его помнил я его помню тут и чё а потому что дальше насчет памяти нет нет я его помню нет нет ко мне тоже поскочила сотрудница да с которым работали когда-то визе и ладно кажется она кинул а я думаю кто это но это другая света света это сотрудница а это все-таки человек уровня вице-президента борланд это человек который создал своими руками я боюсь собрать и то ли парадокс то ли дебейс не не могу сказать не бог но во всяком случае это был очень он даже как-то на митинге он а вот она про парадокс говорил вот что вот когда мы создавали парадокс точно будет когда мы создавали парадокс то идея была в том чтобы пользоваться им можно было интуитивно в этот момент все просто легли от смеха им невозможно было пользоваться то есть последнее что там было это интуитивно вот но сейчас есть интернет так интуитивно построить же найти на пищу не майкрософт звонил половину команды парадокса сманил все это и они как раз сделали xs вот это может быть разорили порно внизу поэтому демократично свое место знать надо в том смысле что вежливо культурно субординация проявлять в частности что есть нет некий порядок прохождения документации да если чужие эти желания да и принять решение ты чем-то недоволен да ты не можешь бежать сразу презенту компании качать я этим недоволен потому что все равно допустится поэтому поэтому правильно сначала пойти к своему менеджеру и с ним это делать перетереть хочет я расскажу случай смешной у нас была женщина одна из первых моих студенток и она работала лет 5 или 7 ну что то у нее там то ли детей родила то ли сможем развивать какое-то количество лет она не работала прилично не работала лет пять может быть или шесть и она решила вот снова она приходит и говорит миша там помоги вернуться в строй я говорю давай мы там где пару недель она походила на занятия и мы ее на практику послали в компанию знакомому нашему менеджеру он ее просто взял как бы без интервью с нашей подачи и она туда приходит и на самом деле ей наверно не нужно там было ничего так между нами но но ей как-то вот хотелось казалось я не знаю что но побыв там три дня и увидев что ничего такого там не происходит чтобы она действительно там нуждалась пребывание в этом месте она не понимая системы субординации она отправляется ни больше ни меньше как в отдел кадров юмор ресурсов и говорит ребята она хотела тут у вас на интерншипе хотела спросить чего бы вы хотели вообще вот что нужно сделать чтобы меня оставили на постоянную позицию а менеджер только только стал менеджером он вот это была первая его менеджерская позиция и он как бы немножко так волновался но из отдела кадров звонят менеджеру и говорят ему вот он рассказывал как слушай тут у тебя люди из твоего департамента ходят не присмотренные по компании какие-то вопросы задают там или что-то ты вообще менеджер или тебя уволили или что происходит и он бедный значит там в общем распереживался это человек не должен обращаться вне определенной иерархии этом это света правильно говорю у меня был другой случай очень смешно была женщина она балериной было в кардебалете она она служила в кардебалете в театре оперетты 35 лет вышла в отставку на пенсию вышла замуж там за американцы приехала сюда в общем так это да приехала сюда и пришла к нам соответственно вышла на работу вышла на работу а знаете как у нее такой склад что ли подвижный физический такой она двигаться и трудно на стуле много сидеть и она тыр-пыр там ну плюс она новенькая она может там не безумно много знает и она имел такую черту что ли не понимая субординации она выходила в коридор а компания ну скажем так из десятки крупнейших в соединенных штатах очень очень известный хочу называть но она выходит в коридор и там какие-то люди ходят но там еще много административных людей то есть таких как бы инженерно-административных и она вот посмотрит и как увидит кого-то ну посолить ней я на его раз какой-то небольшой там технический вопрос вопрос о субординации но поскольку люди вежливы и женщина опять же и в общем так как то ну они культурно начинают ей отвечать она посередине ответа так рукой машет и говорит never mind и уходит он уж не понимает ответ расстраивает и так она эту работу и потеряла так две недельки так походило вот ну ничего страшно она потом все наладилось на следующей работе то есть мы с ней поговорили там все обсудили я просто чему рассказываю что безусловно есть некоторые субординации безусловно она есть чем выше уровень на котором вы находитесь чем тем жестче вы это будете ощущать вот я например был там менеджером по тестированию там своя субординация я не могу лезть там куда-то без того чтобы меня спросили например или я если допустим хочу что-то высказать я я спрашиваю веждаю ребят я говорю есть мнение но я не знаю не уверен что вы хотите его слышать они могут сказать ты знаешь что не надо у нас уже решение все приняты держи пока при себе могут сказать конечно конечно давай сюда мы интересуемся нам и так далее поэтому безусловно нарушать субординацию не хорошо не хорошо не хорошо то есть это это как бы проявление некоторой неадекватности если ты знаешь правила игры значит ты их знаешь если ты не знаешь значит ты не знаешь и это не совсем нормально но опять от уровня зависит там рабочие настройки это одно там допустим начинающий тестер нам это другое допустим серьезные компании высокого уровня менеджер это же совершенно другая история ну а как же ну да вот так что у нас нет опыта борьбы или там участие в интригах склоках подсиживаниях каких-то вот таких тонких процессах которые тоже имеют место в соединенных штатах не хуже чем в любом в любой другой стране вот выше карьерная лестница для больше этой подковерной борьбы ну естественно чем скажем слаще постилка которая там вот свисает на веревочке и чем больше желающих ее тяпнуть значит тем конечно сложнее бывает до нее добираться и тому же разные методы вход идут все все бывает мы мы знаем читали и видели и слышали но в общем опыта такого нет поэтому мы на эту тему не будем если ты хочешь добавить добавь а если нет то тогда я буду считать что закончили тему все цвета качает головой что мол закончили поэтому закончили тему переходим к следующим счастливо